Всем привет, меня зовут Настя, а вы смотрите канал Art Channel и это же недельная рубрика Art Plan на неделю. Сегодня я вам расскажу о выставках, которые открылись два дня назад, о новых выставках, которые откроются только на этой неделе, а также о главном мероприятии этой недели, ярмарке современного искусства Art Russia. Ни в коем случае не приключайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями этим видео и приятного просмотра! 14 февраля открылись две выставки. Первая выставка демонстрирует результаты работы открытых студий на винзаводе, а вторая выставка посвящена творчеству Леонарда Динчи, Иоанна Мультимедина и открылась в центре Art Play. Как выяснилось, на винзаводе есть так называемые открытые студии. Это арт-площадка, которая объединяет принципы арт-резиденции, арт-школы и открытой мастерской для молодых художников. 14 февраля мы посетили финальную выставку четвертого сезона открытых студий, концепцией которой в этот раз стал формат «Выставка как школа». На время выставки открытой студии превратились в огромный день открытых дверей старших классов. Само название выставки «Классики» отсылает к школьным урокам. Здесь вы можете увидеть эксперименты молодых художников на уроках русского языка, ОБЖ, общества знания, биологии и других дисциплинах. Все эти произведения были сделаны исключительно во время их резиденции в открытых студиях винзавода. Для поклонников эпохи Возрождения Центр цифрового искусства ArtPlay подготовил мультимедийную выставку «Леонардо да Винчи. Тайны гения». Организаторы акцентируют свое внимание, что благодаря технологиям Cinema 360 зрители смогут рассмотреть самые мелкие детали, на которые мы обычно не обращаем внимания. Так что мы очень рекомендуем их посещению, особенно поклонников мультимедийных выставок. Но самым главным событием этой недели и даже, можно сказать, этих трех месяцев будет ярмарка «Артраж», которая пройдет в гостиной дворе. Тут сразу возникает нюанс. Этой локации очень сложно удивить ценителей искусства, потому что, как мы помним, «Космоскул», международная ярмарка современного искусства, первая заняла гостинный двор, затем была проведена в мае 2019 года ярмарка «Дамоскул». И сейчас «Артраж» — третья ярмарка, которая пройдет в этом месте. Как известно, организаторы каждого мероприятия хотят быть уникальным и выделиться какой-то изюминкой. Поэтому кто согласится быть второй ярмаркой после масштабнейшей ярмарки «Космоскул». Поэтому, например, «Дамоскул» назвал себя арт-шоу, а организаторы «Артража» написали на своем сайте, что они будут больше, чем ярмаркой, а точнее фестивалем, в рамках которой пройдут различные лекции, которые затронут проблему международного и российского арт-бизнеса. Не пропустите! Четыре дня, 80 стендов, 40 спикеров, 20 тысяч посетителей. Ярмарка будет работать с 20 до 23 февраля. 20 будет вернисаж. Если у вас есть приглашение, вам очень повезло. Если его нет, то для вас двери гостиного двора будут открыты с 21 по 23 февраля. Билет стоит от 800 рублей, и там еще есть скидки 50% для детей, инвалидов, школьников. Можно это уточнить тоже на сайте. Для тех, кому будет интересно, как будет проходить вернисаж «Артража», вы можете подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на который находится под этим видео. Там мы будем вести текстовую трансляцию с открытия «Артража». 21 февраля открываются сразу две выставки в Мума на Гоголевском бульваре. Первая из которых посвящена творчеству Игоря Новикова и называется «Экзит». Продлится она до 22 марта. Выставка покажет 30 работ различных периодов творчества мастера. Вы можете знать Игоря Новикову по его классическим русским пейзажам, которые дополнены пиктограммами в виде человечков, а также различными арт-объектами. Для выставки будет специально создана инсталляция под названием «Русский лес», насыщенная символами отечественной истории. В этот же день на Гоголевском бульваре в Мума откроется персональная выставка Татьяны Назаренко, одной из самых ярких и значительных фигур в позднесоветском и новейшем отечественном искусстве. На этом все. Я благодарю за просмотр. Надеюсь, что эта подборка пригодится вам и будет полезна. И, как всегда, я буду рада слышать ваши отзывы в комментариях о перечисленных выставках. Надеемся, что вам они понравятся. Подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал. И до следующей недели! Подписывайтесь на наш YouTube-канал.